А вы знаете актера Михаила Ефремова? Знаю. Ему сегодня дали 8 лет общего режима. Правильно сделали. Правильно. Больше надо. Наказывать надо. Меньше пьяному будет ездить. Сколько? 8 лет ему дали? Ого. Ему же 11 запрашивали, насколько я знаю. А ну выйдет лет через 6. Как бы УДО там. Я сам недавно по УДО освободился. УДО и так далее. Если поведение хорошее будет у него в колонии. Ему общего режима или строгого дали? Общего. А тогда еще раньше. Плюс построят там пару церквей. Два отряда сделают в колонии. Все его раньше намного освободят. Хотя сам бывший Зэкан. Ну если бы я посадил бы тоже. Я считаю, что это ну как бы поступок такой немножко мерзкий. Ну смерть человека, сами понимаете, да? Вот и все. Это решение суда. Справедливо это или несправедливо. Но существует закон. Ну вообще, что он осужден, это радует. Поскольку была, так скажем, такая разыграна комедия. Серьезная комедия. И мы уже думали, что его даже оправдают. То есть если человек чем-то одарен, это не значит, что ему позволено в этом мире делать все. Скажем так, это его профессия. Он за это получал деньги. А потом как актер, вот я смотрю, он кроме как алкоголиков, то есть как самого себя уже больше ничего не играл. Как актер он тоже и жил. Даже его речь, которая была произнесена якобы как раскаяние. Вот я вам скажу, как зритель, я не увидела там раскаяние. Даже это было сыграно плохо. Ну и что, что он заслуженный. Отвечая за свои, как говорится, дела все равно. Ну мало, наверное, дали. Я так думаю. Надо было десять, не меньше ему давать. Он и этот не отсидит. Недостаточно, но справедливо хотя бы восемь, потому что мог вообще избежать наказания. Возможно. Лучше бы он признал сразу свою вину. Глядишь, меньше бы посидел. Ну да. Вот и все. Ну а чего вот дурака валять? Вы вообще за делом следили за его? Ну так немножко. Просто адвокат сам виноват. А адвокат считаете? Почему? Я считаю, да. Ну а чего? Надо было сразу признавать вину. Все же от адвокатов зависит. А они там начали какую-то ерунду придумывать. Он за рулем не сидел. Ну что? Вот. А как вообще вот к этому относитесь? То, что он начал все придумывать? Конечно, плохо. А что в этом хорошего? Я считаю, что законы для всех у нас одни должны быть. А если у тебя есть деньги, это не значит, что законы надо обходить. Отношение как-то поменялось после этого? Конечно, конечно. Отношение меняется ко всему. Не только к Ефрему. В принципе, не он виноват в том, что у нас такие структуры, что у нас все позволительно для таких людей. Вот и все. Мы очень рады, что этому алкоголику дали 8 лет, что справедливость восторжествовала. А как думаете, через сколько он выйдет? Он скоро выйдет. Он откупится. Он сказал, что у него бабла много. Он скоро выйдет. Я до последнего думала, что его освободят, найдут какого-то там левого человека, который должен был сесть за него. Но я считаю, что несправедливо. Но, по крайней мере, хоть дали срок, и он несет ответственность за свой поступок. И я думаю, что это уже хорошо. Даже в кино у него были образы именно пьющих персонажей. И один из последних фильмов «Выборы». И там он прям показан, когда он был в роли священника, и он в машине за рулем пьяный прям врезался и упал в озеро. Ну, то есть, это прям вот было очень, так скажем, не знаю, значимо, показательно. Для России я считаю, что такие реалии, они, к сожалению, существуют. И такое происходит часто. И я считаю, что суд над ним можно назвать даже публичным. А в силу того, что другие участники дорожного движения будут знать, что пьяным садиться за руль не всегда безопасно. А как думаете, через сколько его освободят? Ну, я думаю, что год-два, максимум, не больше. Он просидит. Все равно, ну, Михаил Ефремов очень известный человек. Я, насколько знаю, у него очень много наград. Ну, кто-нибудь за него что-нибудь скажет и поможет. К сожалению, такая реальность.